Всем привет, дорогие друзья! Один из подписчиков канала прислал посылку с тремя геймпадами. Все неисправные и требуют ремонта. Владелец сам занимается восстановлением игровых контроллеров. Отправил он те устройства, которые не смог починить самостоятельно, поэтому ремонты могут быть интересными. Что ж, не будем тянуть, сразу приступим к ремонтам. Первый геймпад, он от Xbox. Проблема, залипли курки. Подробное описание дефекта можете почитать с бумажки. Как говорится, из первых рук. Подключил джойстик для проверки дефекта. Стики работают, а вот курки не реагируют. Дефект есть? Работаем! Разбираю корпус и осматриваю состояние платы электроники. Чтоб детальнее ее изучить со всех сторон, отпаиваю провода и извлекаю ее из корпуса. Нашел следы вмешательства в этой части платы. Как раз в районе датчика хола одного из курков. Кажется, что повреждена дорожка. Переместимся под микроскоп, чтобы ценить ущерб. Видно повреждения текстолита, но дорожки здесь не было. Иначе бы она соединяла питание датчика хола с землей, чего быть не должно. Также можно наблюдать конденсатор с поврежденными выводами. Они как будто растворились. Возможно, это из-за использования какого-то агрессивного флюса. Хотя точно сказать не могу. Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что на конденсаторе короткое замыкание. Напомню, что он стоит по питанию датчика хола. И в данном случае питание на датчике или даже на обоих датчиках не поднимается. Поэтому они и не реагируют на магнитики курков. Выпаиваю конденсатор и повторяю проверку. Короткое замыкание ушло. Отлично! Устанавливаю на освободившееся место рабочий конденсатор с донорской платы. Работаю паяльником на 115 ручке. Если что, ссылки на мои инструменты вы всегда можете найти в описании к видео. Что ж, сейчас с этим датчиком хола все должно быть в порядке. Перехожу ко второму. Оказалось, он вообще выпаян с платы. Припаиваю новый датчик при помощи термофена. Итак, холл припаян. Короткого замыкания на нем нет. Можно проверять работу. Отлично! Теперь курки работают. Собираю геймпад, тестирую. И на этом завершаю ремонт. Переходим к следующему аппарату. Это тоже геймпад от Xbox. Не работает один из курков. Залип. Дефект подтвердился. Залип правый курок. При осмотре платы выявил следы залития. Отмыл грязь влажными салфетками. Обнаружил следы пайки в районе правого датчика хола. Качество пайки неудовлетворительное. Например, резистор под позицией R39 кажется, что вообще висит в воздухе. То есть не припаян. Тут все необходимо пропаять. Наношу флюс, использую NC559 и пропаиваю термофеном холл и его обвязку. Пока плата не остыла, тщательно смываю отработанный флюс. После отмывки платы стало отчетливо видно поврежденные дорожки между датчиком хола и резистором R39. А также повреждена дорожка между R39 и C36. Резистор просто подвигаю бачком к конденсатору и кидаю перемычку на U10. Отмываю флюс и кажется, теперь все должно заработать. Проверяю. Отлично! Оба курка функционируют. Можно собирать геймпад, но перед этим решил разобрать и очистить вторую плату, так как там тоже были следы залития. Также пришлось заменить левый датчик хола, потому что он работал не во всем диапазоне. Немного не дожимал до максимального нажатия. После замены же все заработало идеально. Что ж, теперь ремонт точно завершен. Можно переходить к последнему на сегодня геймпаду. На этот раз это аппарат от Sony. У него проблема с правым стиком. Левый стик работает, а правый нет. Насколько я понимаю, он как бы завис в верхнем левом положении. Разбираю корпус и как обычно осматриваю плату электроники. Явных дефектов на ней не нашел. Кое-что отмыл, но ничего критичного не было. Как и говорил подписчик, стик начинает работать при небольшом изгибе платы. Это похоже на какую-то проблему с сигнальными дорожками, которые идут от переменных резисторов правого стика. Возможно, где-то обрыв. Выпоял стик, чтобы детально осмотреть плату вокруг него. После визуального осмотра начал прозванивать дорожки переменных резисторов, тупо прозванивающую пами от одного конца дорожки до второго. Оказалось, что две дорожки находятся в обрыве. Для примера показываю, зачищаю маску и прозваниваю участок дорожки. Здесь все хорошо. Перемещаюсь дальше и тут обрыв. Мультиметр не звенит в режиме прозвонки. Причем, каких-то явных трещин не видно даже при максимальном увеличении микроскопа. Видно какие-то царапинки на маске платы. Кажется, что они поверхностные, но нет. Где-то здесь дорожки перебиты. Обрыв вот этой дорожки и этой. Как раз они отвечают за сигнальные выводы переменных резисторов стика. Переходим к восстановлению. Зачищаю маску дорожек на проблемном участке. Далее наношу флюс и залуживаю медь дорожек. Припаиваю сверху проволочку подходящего сечения. Хорошенько ее пропаиваю по всей длине. Работаю также паяльной станцией на 115-й ручке, так как она идеально подходит для тонких работ. Что ж, готово! Припаиваю новый стик, но на старых переменных резисторах. Новый стик был приложен подписчикам. Здесь работают станции на 210-м паяльнике, так как требуется прогревать достаточно массивные полигоны. Готово! Можно проверять работу. Отлично! Оба стика теперь работают исправно. Собираю геймпад, еще раз тестирую и завершаю ремонт. Кстати, техника после ремонта уже отправлена обратно к подписчику. Дорогие друзья, на этом сегодня я заканчиваю. Благодарю вас всех за внимание и увидимся в других ремонтах. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok